Всем привет, меня зовут Александр, мы с вами продолжаем играть в Арксурвавл, продолжаем изучать модификацию Фарлорн, и как помните в прошлых выпусках мы себе собирали песчаную броню. Мы нашли с вами демоническую черепаху, нашли демонического гигантозавра, но вот не могли себе найти последнюю часть брони, то есть шлем, потому что никак не могли найти третье существо. И вот сейчас, летая по пустыне, я как раз его нашел. Где-то здесь был демонический зайчик. Или кролик. Нет, скорее всего зайчик. Одну секундочку, он постоянно исчезает, потому что они, как помните, такие довольно-таки противненькие, а еще он быстро очень, видимо, бегает, потому что вот он только что, минуту назад был здесь, я стал записывать выпуск, и он куда-то убежал. Ничего-ничего, сейчас быстренько его с вами найдем. Вот он, нашел. Вот он у нас здесь бегает. Это мини-босс, соответственно, с него мы с вами должны получить шлем, потому что все остальные части брони, как помните, мы с вами собрали. Непонятно, сколько у него, кстати, здоровья. Ну-ка, секунду, давай посмотрим. А давай-ка посмотрим и проверим. Да, у него очень мало здоровья, у него всего 500 тысяч. У остальных было по несколько миллионов. Не надо туда падать. Отлично, мы его забиваем, перерабатывая. Секундочку, чего мы только что с вами получили? Одну секундочку, давайте-ка присядем. И посмотрим, что мы только что с вами получили. Это, а, первобытная супер пайк тракмилизирующая, то есть при помощи него можно тракмилизировать. А также получились есть напесчаный шлем, работа новичка. Но, собственно говоря, сам шлем нам не нужен, потому что всю броню мы уже сняли и поменяли ее вот на такую броню хамелеона. Броня хамелеона оказалась гораздо лучше, но просто я не знал, где находится вот именно последней части, наконец-то мы с вами это выяснили. И я решил, на самом деле, в выпуске сейчас строить немножечко по-другому и сразу переходить к таким интересным вещам без долгих предисловий. И сейчас я хотел бы найти себе эндоминус рекса. Именно поэтому я сюда прилетел и вообще уже облетел почти всю карту в их поисках. Пока что не нашел еще ни одного хорошего попутного грызу всех, кого встречаю, а просто чтобы освобождать спаун для животных и чтобы появлялись новые. Надеюсь, сегодня сможем с вами найти там хамелеона, какого-нибудь или может быть серафима. И обязательно попытаемся его приручить. Опа! Мантикора забита и получено огромное количество тег вещей. Я просто так и не забивал ее ни разу и, оказывается, с нее выпадают, секундочку, что, ну, естественно, щиты Мантикора скин, ботинки Мантикора скин, это неинтересно, флаг. Но самое главное, что мы с нее получили, это, естественно, инграмы. То есть мы получили полностью тег-костюм, тег-генератор, тег-репликатор, тег-кормушку, а все остальные, это нужно, естественно, убивать других боссов. Мы себе как раз в прошлом выпуске одну такую Мантикору приручили, протестировали ее. Она казалась крайне медленной и крайне слабой. Единственный, какой у нее плюс, это то, что очень много здоровья. Но это просто говорит о том, что модификации недоработаны и, возможно, еще будут вестись работы над этими животными. Может быть, когда-нибудь в будущем, когда модификацию доработают, мы с вами еще раз ее посмотрим. И посмотрим, какие изменения в нее были привнесены. Здесь гигантозавр, еще один гигантозавр. Я продолжаю искать индоминосов, но пока что что-то мне не везет. Надеюсь, что найду. А тут смотрите, что у нас, это же демонический индоминос Рекс, а мы с вами гигантозавра только встречали. Давайте попытаемся быстренько забить. Так, хорошо, мы его забиваем. Слушайте, это было очень просто, и что-то мы очень много всего получаем с вами. Ну-ка, одну секундочку. Давайте посмотрим. Первобытные ботиночки. Ужасные ботинки. Броня везде по 2000 ровно дальше. Что это такое? Первобытный меч. Нужно будет сейчас его протестировать. Если не ошибаюсь, эта броня делается где-то на 30-м уровне, да. Вот на 50-м она выучивается. Вот она. Делается она из ужасной пасты, на которую нужны сердца. Здесь много всего нужно. Если я все правильно понимаю, эта броня нужна для Aberration, чтобы защищать от радиации. Еще один индоминос. Ну, давай забьем, почему бы нет. Давай, Баренька, забьем. Хорош. Еще немножко песталенс пасты и опять тот же самый комплект. А также мы получаем с вами Индоминос Рекс Седдл. А-а-а. А я его скрафтить вообще могу или нет? Подожди. Ну-ка, Индоминос, Индоми... Да, могу скрафтить на 50-м... В 85-м... Да, оно делается на 85-м уровне, но мы его с вами нашли на халяву. Я хотел бы протестировать этот меч, потому что он может оказаться довольно-таки мощной штукой. Мне нужно провести тест. Что это за меч такой? Ну-ка. Ну, я бы не сказал, что он очень мощный. 284 урона примерно, да? И, соответственно, немножечко поджигаем. Ну, я ожидал немножко больше от этого меча. Собственно говоря, броню можно убирать в клювокрыло. Больше не будем их убивать. Опять же, мы с них получали сердца, но и сердца нам сейчас уже тоже не нужны, потому что у нас все, что из них делается, уже с вами скрафчено. Где там этот паразаврик? Да, на него наплевать, потому что он все равно не будет нас трогать. Облетел всю карту, пока что не нашел индоменосов, которых можно приручить, но продолжаю летать, потому что они же постоянно обновляются. Рано или поздно должен кто-то появиться, и мы с вами его обязательно приручим. Ого! А вот такого я раньше не встречал. Это Блейз Додорекс. Я даже не знал, что здесь Додорекс есть. Он очень быстрый и довольно-таки агрессивный. А сколько у него здоровья? Ты куда убежал? Ну-ка, стой. Где-то он тут рядышком. Давайте-ка его укусим разик. Это был Раптор. А вот и Додорекс. Я думаю, что он уснул. Мы же не убили тебя, нет? Ну-ка, секундочку. Ну-ка. Нет, все в порядке. Он, кстати, сразу стал приручаться за счет обычного мяса. Но нам это не нужно. Нам нужно, чтобы ты приручался за счет первосортки. Потому что эффективность очень сильно падает. 150 уровня, если не ошибаюсь. На тебе можно ездить, да. Можно ездить без седла. Очень неплохо выглядит. И, кстати, получается, у него Макс Кудодорекса. Можно будет действительно надеть куда-нибудь вот сюда. Ну, выглядит это, конечно, так все. Очень-очень странно. Хорошо смотрится только издали. Камера откатывается жутко далеко. Секундочку. Камера прямо улетает в небеса. Клевокрыл за мной. Сейчас мы тебя протестируем хотя бы немножечко. Это что такое? Это как раз опустошитель же, да? Блейз Реведжер. Точно, представляете? Находим Блейз Реведжера, который мы с вами совсем недавно создавали в верстаке. Урон всего 600. Ну-ка, 984. Да, урон у него не очень хороший. Опять же, здоровья очень мало. Единственное, что он делает, это накладывает горение. Реведжер накладывает кровотечение. Это тоже не очень приятно. Так, пара Царчика забиваем. Сейчас Реведжера туда же. Опустошитель. Интересно, сколько у тебя здоровья, родные? Подожди. Сейчас мы это дело решим. Вот еще побольше урона. 181 тысяча у нас сейчас здоровья. Урон 3800. Ну-ка, выдох у нас есть огненный? Ну, в общем, такой бы. 573, слабенький. На других клавишах вроде ничего нету. Давайте сейчас быстренько попытаемся его забить. Ну, 290 Блейз Реведжер. Довольно-таки прикольный, но... Мне не нравится то, что камера улетает вот так вот. Видите? Плюс перемещение. Он довольно-таки быстрый, но... Нет, 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 нет. Мне абсолютно не нравится то, как он сделан. Его еще нужно дорабатывать и дорабатывать. Других модификаций Додорекса были гораздо более интересными. Так что тебя мы просто оставим здесь. Единственное прикольное, что когда мы с него слезаем, он становится вот таким вот желтым. Вот это действительно выглядит очень красиво. Оставим Додорекса стоять здесь. Мы его с вами немножечко протестировали. Посмотрели, что из себя представляет. Ничего хорошего в нем нету. Так. Отлично. 280-й Серафим Индоминус. Он, конечно, не очень сильный, но все равно стоит приручить и протестирует. Вот тебе приманочка. Давайте-ка взлетим, чтобы он на нас не агрелся. Он же будет ее кушать? По идее должен. Да, он начинает есть приманку. У него на данный момент 81 тысяча здоровья, 9% приручения. Он по-прежнему должен быть к нам агрессивен, поэтому близко подлетать особо не будем. Сейчас немножечко еще подождем, скинем пару приманок. Мне все-таки за что нравится вот эта система с приманками, потому что животное приручается со 100% эффективностью. Ну, точно так же, как если бы админской командой их можно было приручить. И потому что, ну, первосортка и обычное мясо и прочее, прочее, прочее. Она очень серьезно убивает эффективность и очень серьезно ее понижает. Пошел кушать? Нет? Нет, не пошел кушать. Такое ощущение, как будто бы он на меня агрится. Хотя вроде и не должен. Не-не-не, он просто гуляет. Он просто так смотрит по сторонам. И этот нимб над головой у Индоминус Рекса, это вообще жесть, потому что, блин, типа ангелочек тоже мне нашелся. Давайте еще одну приманочку скинем. Потому что, мне кажется, он ту не заметил. А может быть, она уже просто-напросто исчезла. Ну же, давай, кушай. Отлично. Почему-то он там не видит приманки, и туда не хочет идти их кушать. Что такое? Он на меня загрин, что ли? Каким макаром? Я же тебе даже не подлетал. Или у него просто очень большой радиус агрессивности? Как вариант, очень большой радиус агрессивности. Но сейчас... Да, он загрин на меня. Вот теперь абсолютно точно он загрин на меня. До этого был не загрин. Все, хорошо, я понял. Сейчас уже должно быть больше, чем 25%. И он не должен больше на нас агриться. Или нет? Да, 27%. Больше агриться на нас он не должен. Сейчас проверим. Но на скорпионов он агриться, естественно, будет. На меня вроде нет. Пошли, попытаемся погладить. Стой, стой, стой. Отлично, можно приласкать. Я надеюсь, что ты сильный получишься. Но, в принципе, урон у него должен получиться довольно-таки неплохой. Плюс это индоминус. У него... Его укусы должны наносить кровотечение. То есть нам-то они абсолютно точно наносят кровотечение. И каждый укус, как я помню, вот такого индоминуса наносил мне 10 тысяч урона изначально. Пока он еще дикий. И благодаря тому, что мы с вами нашли тех аркфайндов, у нас есть седло на него. Но выглядит он красиво. Вот как раз индоминусы сделаны очень прикольно. И нимб прикольный. Вы сейчас обратили внимание, что от нимба такое свечение расходится классное? Вот сейчас хорошо видно. Я раньше не обращал внимания. Я, то есть, я к этому нимбу относился просто как, ну, кольцо и кольцо. А нет, там действительно очень хорошо проработано графически. Ну что, последний процент приручения. Давай приласкать. Это мы с вами ему сразу дали покушать. Я понял. Ну-ка, держи свое седло. 82 тысячи, 5 тысяч урона ближнего боя процентов. В смысле, 5 тысяч процентов. Нам с тобой сейчас нужно кого-нибудь найти, по-быренькому его загрызть. Но ты не шибко быстрый, конечно. Не самая быстрая зверушка, но все же. Смотри, здесь омега шипастый дракон. Вот это урон. Вот это урон так урон. 90 тысяч непрокаченный. Вот это да. Слушайте, я представляю, какой будет хамелеон или там кто еще сильнее. Мне кажется, хамелеон сильнее. Вот это ж... Вот это просто супер. Ну-ка, здоровье. Ну, в принципе, здоровье качается так. Знаете, единственная есть проблема... Кстати, а есть Тесла и Индоминус, мне интересно, или нету? Единственная проблема, что здоровье не качается так, как хотелось бы. Ну-ка, скорость передвижения по одному проценту не будем трогать. А все остальное давай к мотиву урон в ближнем бою вложим. Насколько сильно мы тебя можем раскачать? Вообще, я хотя бы миллиончик бы ему вкачал бы здоровье. Как раз для того, чтобы можно было с лавовыми существами сражаться. Но, типа, не стоит, я думаю. Не стоит, потому что мы очень много потратим на это очков. 581 тысяча с укуса. 581. Ну-ка, что мы с тобой делать-то будем? Пошли, наверное, на эту сторону, потому что там побольше змей, пауков и прочей нечисти. Здесь мы с тобой почти никого сейчас не найдем. Подожди, там какой-то Блейз Дракон. Я бы хотел посмотреть, ну-ка, какого уровня. Ну, сорокового, маленький. Такого мы загрызем своими в один удар. Теперь. Те-хе-хей. Реально в один удар. 600 тысяч урона, обалдеть. Слушай, я ведь могу тебя вкачать где-нибудь до миллиона урона, как думаешь? Я думаю, могу. 98 тысяч опыта. То есть мы почти полностью его сейчас прокачали. 474 уровень. Ронео. 987 тысяч. Неплохо. То есть, в принципе, до миллионов качать можно. Я сейчас в очередной раз перезагрузил спаун на всей карте животных, потому что лавовых бронтозавров не заспаунилось. Индоминусов больше я никаких не нашел. Опять где-то, ну, ты сейчас полчаса ходил. Надеюсь, что сейчас появятся какие-то новые. Ты посмотри, на нем можно собирать еще дерево. То есть на нем можно ресурсы фармить. А у тебя 26 тысяч. Ого. Мы собрали уже 17 тысяч. Вот это да. Слушай, да он у нас оказывается мега полезный. На нем еще и дерево фармить можно. Жалко, камни собирать нельзя. Или там ягоды с волокном. Слушайте, ну это классно, это очень хорошо. Давайте пока что поставим его домой и немножечко полетаем, потому что сейчас должен произойти новый спаун всех животных. Глядишь, может быть, еще кого-нибудь найдем, потому что я бы хотел протестировать еще и хамелеона. Отлично, 290. 70 тысяч здоровья. Меньше, чем у предыдущего. И спаунятся они примерно около вулкана все. Прикольно. Я вообще, на самом деле, видел индоминосов и у себя рядом с Басой. То есть там, где снежный биом у меня. Но сейчас там вообще никого нет. Ну, мы с вами сейчас там зарубили несколько индоминосов, но это были инфернальные. То есть, ну да, не инфернальные, а эти самые, как они называются, демонические. Аркфайнд. Ну-ка, давайте попытаемся. Этот тоже должен спокойно приручаться при помощи первосортки. То есть никаких проблем возникнуть не должно. Ты застрял, что ли? Ну-ка, давай, приручайся. Нет, вроде не застрял. Ну так, немножечко уперся в камень. Ну, вон тебе прямо под нос сейчас попытаюсь закинуть. Давай, 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 давай. Вон тебе прямо, прямо под нос. Нет? Просто нет ни малейшего желания его усыплять. Есть, отлично, слопал. Ну, в общем, такая же ерунда, как и с предыдущим. Они не любят ходить за приманками сами. Им нужно положить прямо под нос. Там вот, я вижу, саблезубик подбирается. Ну, давайте сейчас ему скинем приманку. Из саблезуба нужно этого отсюда убирать. Там не только саблезуб, там еще корнотавр. Ну-ка, до свидания. Здесь кто у нас? Все, 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 до свидания. К нему не подходим. Господи, какой же ты яркий. Просто аж глаза режет. Обалдеть, зачем тебя таким сделали? Зачем тебя таким сделал разработчик, бедняга? Давайте, приласкаем. Ну и, в общем, собственно говоря, сейчас я его приручу, и мы его с вами протестируем. Отлично, все. Индоминус приручается стоять одному. Так, там у нас далековато, что ли, до него, да? Нет, нормально, достал. Он за мной будет следовать. А на тебе мы сейчас поехали. Немножечко покатаемся по вулкану здесь, погрызем всех, кто здесь есть. Ну-ка, секундочку. Семьдесят три тысячи. Здоровье даже не повысилось. Три тысячи девятьсот процентов. Если он сейчас окажется слабее, чем тот Индоминус, я очень сильно удивлюсь, потому что... Ну вот это вот на самом деле странно, потому что внутри вот этих вот классов, то есть, например, там Серафим, Блейз, Хамелеон, каждый динозавр может быть то слабым, то сильным. Ты никогда не знаешь, кто из них сильнее другого. То есть, здесь нету такого, что один класс сильнее другого. Здесь все разграничивается именно по динозаврам. Где-то одни динозавры сильнее, где-то другие динозавры сильнее. И это в корне неправильно, так модификации обычно не делают. То есть, ты даже не можешь сориентироваться, кого тебе нужно приручать. Ты у нас прокачался? Ну-ка, давай. Неплохо. Сорок тысяч. Хорошо. Здесь. По тысяче... По девятьсот процентов, да? Скорость передвижения по одному проценту. Остальное тебе трогать не будем. Хилки у нас... У нас совсем мало хилок, на самом деле. Можно сейчас будет Межеберри подсобрать и сделать. Ну ладно. Пока что так. Пойдем хотя бы кого-нибудь найдем. А чего? Где все? А, вон вижу змей. Только это не змеи, это артроплевры. А, ну да, я еще просто не дошел, можно сказать, до вулкана. Не дошел до того места, где они спаунятся. Сто тысяч урона. И мы сейчас вкачали тебя... Нет, мы тебя прокачали, да. Урон прокачали, все верно. Немного, но прокачали. То есть, в принципе, урон точно такой же, как у Серафима. А вот здоровья было поменьше. В общем, на самом деле, это довольно-таки удивительно. Но Серафим сильнее вот этого хамелеона. Мы с вами Серафим Рок Элементали забиваем. Они нам эти Рок Элементали абсолютно не нужны. То есть, мы с ними ничего не сможем сделать. В плане того, что... Ну, на нем ты не будешь ездить. Я что, застрял, что ли? Я, походу, застрял. Давай за мной. Нас подкинуло на этом Рок Элементали. Давай за мной, стоп. Так вот, Серафим Индоминус Рекс даже сильнее. Потому что... Ну, я не знаю. Ну, конечно же, он у нас немножечко получше прокачен. Но мы с вами уже практически полностью прокачали этого Индоминуса. И у него меньше здоровья и меньше урон. То есть, да, если мы докачаем его до максимума, и при этом он на 10 уровней выше изначально был. Может быть, он таким слабым заспаунился. Такое бывает, что животное спаунится. Ну, чуть-чуть слабее. Одно посильнее, другое послабее заспаунилось, да? Такое довольно-таки часто происходит. Но мне кажется, что он просто-напросто немножко слабее. Я сейчас предлагаю подняться в горы, посмотреть. Может быть, где-то здесь будет бронтозавр вот этот лавовый или еще кто-нибудь. Потому что, ну, при помощи такого-то мы должны его очень просто забивать. Нет? Я всех забил, никого нету здесь. Видимо, никого нет. Но на самом деле я хотел бы отправиться сейчас к второму администратору. Потому что мы в прошлом выпуске у него видели лавового трайка и видели феникса Тесла. Я бы просто хотел их протестировать. Мы можем их, в принципе, найти, можем приручить. Но, ну, как бы, можем, да не можем. Потому что непонятно, где они. Я всю карту уже облетал несколько раз в поисках вот этих индоминосов и ни одного не встретил. Это на самом деле такой дикий рандом, что их может быть на карте просто и не быть сейчас. А проверить я это не могу, потому что ACM с этой модификацией не работает. Соответственно, я предлагаю просто их взять и протестировать. И это последние существа, которых мы с вами не смотрели в этой модификации. И на самом деле это получается финальный выпуск по ней. Так что следующий уже выпуск будет совершенно по другой сборке. А сейчас пойдемте с вами посмотрим на этих существ, на что они способны и какой у них урон. Итак, вот он у нас, лавовый трицератопсик. Уровень 284. У него сейчас, я так понимаю, 31 миллион здоровья. 54 тысячи урон. Нужно кого-нибудь найти и ударить. Мне просто очень интересно, сильный он или нет. По скорости я бы сказал, что он даже медленнее, чем омега трайк. Урон 18 тысяч 200. На самом деле очень слабенький. То есть мы можем, конечно же, прокачивать, сидеть ему урон. А, он не раскачанный. У него всего тысяча... А, у тебя всего тысяча опыта, ты не раскачанный. Ну-ка, давайте посмотрим, как он прокачивается. Здоровье прокачивается очень мощно. То есть за два очка мы набрали сейчас с вами 30 миллионов здоровья. Урон. Урон тоже прокачивается очень неплохо. То есть 85 тысяч процентов. Это у нас... Да, в принципе, все равно, сколько это сейчас по процентам. Давайте сейчас как раз посмотрим, сколько это урона в итоге получилось. 42 тысячи. То есть, да, этого трайка можно очень серьезно прокачать. Это на самом деле очень прикольно. Но он медленный. И, конечно же, с учетом того, что скорость у него можно прокачивать. Но кто будет ездить на трицератопсе в этом? Ну, я не знаю, в этом нет никакого удовольствия. То есть я не очень понимаю логику разработчика, когда он делал именно сильных лавовых существ вот такими. То есть трицератопс, бронтозавр и стегозавр. Это, видимо, ну какая-то шутка. Что-то типа того, что все во всех модификациях делают там индоминосов, гигантозавров самыми сильными, да? Или боссов. А он решил прикольнуться и сделал самых обычных травоядных вот такими мощными. Скорее всего, так и есть. И последнее, на кого я хотел взглянуть, это, естественно, феникс. Давайте сейчас быстренько вернемся, возьмем феникса и прилетаем на нем. Ну-ка. Это у нас с вами Тесла, феникс 319. Так, ты у нас еще немножко подранен. Вуу. В нем мясо жарится, я понял. В нем жарится мясо, хорошо. И именно поэтому, скорее всего, у тебя просела еда. А что ты кушаешь? Ты сырое мясо кушаешь, да? Нет, ты сырое мясо не кушаешь. Жареное? Нет. Он ест серу, точно. Я совершенно забыл. Ну-ка. А по скорости, что у тебя происходит? 100% скорости прокачивается на 1%. 61 тысяча урона. 63 тысячи урона, хорошо. Давай-ка на тебя полетаем. Чего? Ну ладно, ты выстреливаешь фаерболом. Это сейчас что такое? Подожди, может быть из-за того, что ты голоден? Секунду, секунду. Дай-ка я с тебя как-нибудь слезу. Ты забагованный что ли, да? Естественно. Ну-ка, секундочку. Ну-ка, секундочку, есть. Естественно, фениксы приземляться не могут, то есть сесть на землю. Так, собираем с вами все. Делаем сейчас по полной хилочке. Сейчас весь мусор выкину из кармана, мы его подлечим. Так, держи тебе хилки. У тебя неочищенная соль. Все дела. 963 тысячи здоровья. Он очень медленный. Прям очень медленный. Подожди. А там какая-то настройка. Прицельное пламя выключено. Ну-ка, прицельное пламя включено. Понятно все с тобой. Все, ты не работаешь. Мы должны на самом деле, когда разгоняемся, на фениксе лететь. Помните там, когда Париж на фениксе? Загоряется вокруг него пламя, и он начинает все сжечь. Пролетая мимо чего-то, он это поджигает. Но, как видите, этот феникс ужасно медленный, недоработанный. В общем, в этой модификации огромное количество существ, на которыми нужно разработчику работать, работать и работать. Именно поэтому пока что мы остановим здесь выживание. Но, на самом деле, мы посмотрели все, что есть. Но, как видите, здесь половину существ. Над ними еще предстоит огромное количество работы. Поэтому это последний выпуск. Я надеюсь, что он вам понравился. Во всяком случае, индоминосы действительно мощные, индоминосы классные. Я бы им еще немножечко больше здоровья прибавил. Или, наоборот, ну или еще урона, да. Там, например, если не здоровье. Чтобы они были прям действительно очень жестокие. Но это единственные существа, которых можно приручить, и которые наносят миллион урона. Это действительно круто. Скорее всего, в понедельник будет уже новый сезон. Если все успеем настроить, все сделать, то он начнется. Если нет, то может быть во вторник. Так что не забывайте подписываться, чтобы его не пропустить. Удачи, друзья. Пока. Увидимся в следующем выпуске. Субтитры создавал DimaTorzok